Всем здравствуйте! В эфире первые городские новости. В ближайшие минуты подведем итоги пятницы, 2 августа. Расскажем о самых важных и интересных новостях о городе. Посмотрим, какие темы сегодня активно обсуждали в наших социальных сетях. В нашем выпуске сегодня. Великий князь на месте у филармонии началась установка памятника Александру Невскому. Попросили еще месяц, подемку у ЦУМа не открыли в срок. История одной бесхозной трубы жильцы пяти домов живут без горячей воды. Будем ездить на питерских рогах. В Киров везут роллейбусы из Санкт-Петербурга. Сегодня в Кирове начали установку памятника Александру Невскому. Рано утром его из Московской области привезли на площадь у филармонии. Трехметровая скульптура князя сделана из бронзы. Процесс установки. Высокая и тяжелая фигура. Непростой. Весь день рабочие поднимали скульптуру на постамент. Сегодня на обновленной площади у филармонии самый ответственный и волнительный день. Сюда прибыла скульптура великого князя. Бронзовый памятник был сделан скульптором Салаватом Щербаковым в городе Жуковский Московской области. На создание ушло около восьми месяцев. Сначала были сделаны мини-копии будущего памятника. Памятник святому благоверному князю Александру Невскому был изготовлен в размере 30 сантиметров из глины. Мы его немножко правили, обсуждали. Было решено сделать лицо немножко помоложе, его меч зачехлить, потому что мы не воинственные. Руку немножко мы правили. Очень долго обсуждали про крест с нашей епархии. Митрополит прямо лично занимался. Напомню, что князь Александр Невский был какое-то время монахом, поэтому там крест был поменен. И потом уже второй этап из скульптурной глины в размере в полный рост. Когда вся скульптура была изготовлена, мы подписали акты. Ну и вот сейчас наблюдаем третий этап уже из бронзы. Скульптуру Невского установили на гранитный постамент. Тем временем параллельно идет благоустройство площади, которая теперь носит имя Александра Невского. Рабочие продолжают укладывать гранитный камень. На площади уже установили фонари. Осталось только заложить камнем вторую половину участка. Ее оставляли специально, чтобы подвести памятник. Вместе с благоустройством площади идет ремонт фасада филармонии. Сегодня там меняют окна и входную зону. Губернатор поручил, чтобы общественное пространство было выполнено в едином стиле, поэтому работы ведут параллельно. Через два месяца кировщане смогут оценить новое место отдыха. Все работы должны закончить до исторического дня рождения Кирова. Ремонт в подземке УЦУМа затягивается. Подрядчик снова перенес сроки. Работы там начались в конце июня. Напомним, что переходы должны были открыть 1 августа. Но сегодня кировщане обнаружили на месте металлический забор. Дело в разрисованных стенах и ветхих лестницах, говорят в администрации. На стенах перехода снова появились рисунки, их рабочим нужно убрать. А на лестницах продолжается капитальный ремонт. Подрядчику нужен еще как минимум месяц. Работу обещают закончить к 1 сентября, пока кировщане по-прежнему будут переходить дорогу на перекрестках Октябрьского проспекта или улицы Горького. В области начали строить дорогу на север. Первые 4 километра асфальта проложили в направлении Возюк-Опарина. По просьбам жителей дорогу проложат через Подосиновец и Демьянова, хотя изначально был только прямой вариант. На сегодняшний день на объекте ведутся работы со стороны опарина, чтобы в первую очередь, почему решение такое принято, чтобы жители опарина ощутили, что к ним вот-вот уже асфальт приходит. В этом году в сторону севера построят 7 километров дорог. В планах к 2030-му довести новый асфальт до Лузы через Подосиновский район. В той стороне дороги давно находятся в плохом состоянии. Водители часто жалуются на разбитый асфальт. А вот у жителей деревни Простница Кирово-Чепецкого района большие проблемы с поездами. Пешеходный переход проходит через железнодорожную станцию. В этом году расписание поездов составлено так, что составы на путях могут стоять сутками. Людям, чтобы попасть на электричку, которая стоит на другом пути, приходится ползти под составами. Также жители попадают и домой в деревню Погодинцы и Васькино. Жители говорят, что диспетчер станции на жалобу людей не отвечает. От РЖД на письма тоже ответов нет. Под составами приходится ползать и детям. И взрослым, конечно, безопасным такой переход назвать сложно. В домах на улицах Воровского и Чапаева нет горячей воды. Во время опрессовки произошел прорыв. Возник он на участке трубы, которая проходит транзитом через подвал жилого дома на Воровского, 54-3. Из-за этого горячую воду отключили. Обогревателей нет никакого, видите, здесь. Да и просто вешать-то даже некуда. Не позволяет. Потому что ванны доли совместные. В доме уже были пожары. Были пожары. Два пожара, вот, да, он подсказывает. Два пожара, вот. Так что водонагреватели ставить надо тянуть дополнительный силовой кабель в квартиру каждому. И после этого только устанавливать. В доме, значит, у нас несколько инвалидов. Имеют и группу, вот. А есть инвалиды, которые даже не видят со всеми. Возраст уже 92 года. Значит, ее ведь надо и купать, и прочее, и прочее. Но вот ходим с этими стазиками, с тарелками, с кастрюльками. Оказалось, что труба, которую прорвало, никому не принадлежит. Ремонтировать не хочет ни управляющая компания, ни Т-плюс, но и не мэрия. Все это время люди вынуждены бесконечно нагревать холодную воду в кастрюлях. Особенно тяжело пенсионерам и инвалидам. Люди обратились к активистам Народного фронта. Эксперты говорят, что аварийные сети в городе вообще, в принципе, никто не хочет брать на баланс. Решать проблему должна мэрия. Ну или придется это делать через иск в суд. Сегодня в Санкт-Петербурге началась погрузка троллейбусов для Кирова. Первые три машины прибудут к нам ориентировочно в воскресенье. Всего в Кировский парк АТП поступит 10 троллейбусов. Все они в основном 2012 года выпуска после капитального ремонта. Когда питерский транспорт выйдет на городские маршруты, пока неизвестно. Самым длительным будет процесс приемки. Потом троллейбусы передадут в АТП, ну и пойдут в рейс. Сегодня в стране отмечают день ВДВ. Кировские десантники по традиции утром собрались у филармонии. Там прошел праздничный митинг. После него возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам. Потом колонна направилась к вечному огню. Сегодня из-за праздничных мероприятий временно для движения были закрыты несколько улиц. Фонтан в сквере на театральной площади сегодня не работал. Основные мероприятия, как обычно, прошли на аэродроме в Порошино. Гостей ждал концерт и показательные прыжки с малой высоты. Ну это были все новости на сегодня. Желаю вам хороших выходных. В студии для вас работала Ксения Зинуева. Увидимся в городе. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok